вот мой прерванный стрим продолжается все зоны интернета мы выехали за город и сейчас я пойду туда где ходил осенью и в конце лета со спиннингами но сейчас я пойду вот шампурами туда медведь уже надеюсь спит в берлоге поэтому я его не буду пугать вот выбрался из автобуса перебрался по этим веткам и по замерзшему тут впереди меня с ружбайкой мужичок топает алчный видимо кого-то хочешь пристрелить не живет своему вид у него конечно мрачный неразговорчивый интервью давать не стал кто-то с собаками ходил но видно вон человека следует следе собаки все бегут по первому снегу с алчным желанием кого-нибудь прибить а у меня мясо уже есть никого прибивать я не собираюсь я просто иду отдыхать от города как я уже говорил просто прет энергетика бешеная поэтому повод прогуляться по лесу есть смешной человек надел сапоги в лес сапоги обычные болотные что горит его и уровня немножко то есть не обрезиненный утепленный а просто обычные болотные конечно несколько напрягает адекватность такие люди неадекватно экипированные реально в сапогах сейчас очень холодно у меня зимние сапоги на ногах трековые брюки на голое тело трекинговые нужно было конечно пододеть чё-то под них но я решил что у меня есть костер я там согреюсь а пока иду не холодно может быть самонадеянный ну все-таки город рядом не тайга не а снег маленький до тайга не самая глица густая поэтому двигаем сковал лед все лужи все ручейки хотя они конечно налить на текает вот видно он под наклоном стекает уже промерзну все таки минус 7 ночи это не шутки но лед не такой уж и толстый вот меня вроде держит но видно что он подмытый поэтому продолжаем движение вперед дорога более-менее несмотря на недельный ветер который был перед этим штормовой вроде так особо не нападала охотник где-то там тормознулся только чтоб у меня сплюнуть 20 раз чтоб он меня не пальнул сдуру то идиотов хватает не знаю что он тут пытается подстрелить кого что-то подбегал ходил вернее старичок пенсионер с двумя собаками с ним я уже встречался о ветер шумит и он тут распугался и с ружбайкой кстати тоже дальний восток вот такой вот ноябрь 8 картинка изумительная без пяти десять утра вот моя бывшая давно давно работа где я себя приходил после жизненных потрясений год почти с лишним вот елочки растут вот я мы где водятся большие ленки не листится кита вот здесь и снимал он там под берегом затяжках ну как видите река даже никакого намека чтоб она замерзла даже забереги игрушечные хотя мороз минус 7 минус 9 было сегодня вот здесь вот конкретно 9 10 морозов север такой он странный ровно так же как она при минус 30 50 промерзнет практически до дна и будет тут полутора метровый лед ровно так же она не хочет сейчас в мороз такой замерзать ну конечно рыбалки разговоров нет задача вот донести ведро это чтобы мыши не лазили то у меня там мыши завелись тут шашлыки оладушки с утра мне маманя сделала поскольку жены нет то вот мне бабанька готовит есть ну и иду я вот по следам человека с двумя собаками не знаю чем тут забыл кого он тут хотел вообще подстрелить ну дай бог бы медведя не встретить не всяких подранков осталось мне минут 15 еще до базы ну 20 с учетом того что тропы не видно буду я сейчас идти аккуратно чтоб ножку не подвернуть там и т.д. да сапоги конечно не лишние но под них нужен такой толстенный носок вот видно на наледь какая она мерзла и вода упала то есть была она на одном уровне вода упала и лед повис красотища все это на фоне солнца на фоне ветерок конечно неприятный но не сильный слава богу костер разведу будет теплее дальний восток хабаровский край ворона орет таким нечеловеческим голосом она не получается снять ее за ветками вот видно сопочка впереди вот она я увеличил как мог на ней там скала какая-то даже заметно или дерево одиноко растущих а вот какая тут прозрачность вот камушки видны на удивление все хрустальная ледяная простадова вода камушки все вот блестит вылез перекат так было не было мелко даже в последней моей рыбалке когда до наводнения приходил вот там конечно камни торчали но было сантиметров на десять побольше вот здесь была яма а сейчас видно что вода совсем упала ну конечно можно было покидать бы все такое но сломанный спиннинг раз отсутствие желания 2 водопад превратился ой просто сказочное что-то сейчас на виду через такой хрусталь до идут потоки водяные все это застывшие сейчас я ближе к нему подойду неудобно мне у меня все руки заняты приходится вот так вот как-то странно идти снимать дайду я бегали собаки какие-то по тропе так увеличение сейчас уберу номинал нет кнопки удобно а вот номинал это уже бегали бродячие собаки партизан или без хозяина может он конечно их отпускал просто они носились но вряд ли скорее это бесхозные причем не одна штуки 3 стая такие самые опасные хищники кстати что человека повадки знают для мужика может не так опасно вот для подростков живут в лесу они крайне осторожны хорошо организованы не хуже волков потому что волки их первые естественные конкуренты но в отличие от волков они абсолютно не боятся человек ну в том плане что знают его повадки и вовремя убегут и вот у меня ощущение что они прям по моей тропе протоптались жрачку искали могут неприятные быть открытие ага вот намерзла все на моей лестнице ну ладно тут конечно сейчас нормально трудно перебраться можно подскользнуться просто а тут глубина по-прежнему подъемы вот опять вылезло бревно там яма не закрыта интересно в общем лес сказочно сейчас потеплело солнце стало ярче выше светить градусов 5 мороза 45 но в руки мерзнут с без перчаток пока у меня идет колдовство помаленьку чуть-чуть я вот тут упустил момент поджарил мясо через чур что она даже прогорела ну как всегда глядится отвлечешься тут прибежала наконец собака ну как наконец она даже не ожидала нашла по тропе по моим следам в общем можно сказать что это щенок так может годовал и может не больше пушка мозгов нет он просто вышел по следу интересный очень экземпляр смесь такая хаски ублюдочная то есть выродок такой и обычные дворовые дворняги ну то есть повадки хаски все это чуйка но манера реакция абсолютно дворняжечная даже облаял меня с испуга хотя его пытался накормить накормить вполне себе съедобными вот пришлось самому съесть но один ему оставил а мясо мясо я как раз наживил делал прямо отсюда он выскочил прям за мной шел вот глупаешь собаки в принципе пёс такой неплохой если по воспитывать хоть он и не совсем чистопородный ну такой достаточно крупный средней величины лайка вполне себе с чуйкой с хорошей то есть реакции но нет мозгов мозгов вообще от слова совсем то есть даже мозгов чтобы и причем он один что удивительно то есть вот ему инстинкты его кидают охотиться ошейника на нем я не заметил но ведет он себя абсолютно по идиотски впечатление такое что просто сбежал или отвезли оставили в лесу может даже такое быть чего не бывает да то есть увидели что это не хаски люди у нас разные у него не спросишь но людей боится тем не менее то есть реакция на вполне себе гостеприимный бивак у него обычно собаки лесные которые живут как-то они более адекватны но если они не избалованы человеческим обществом то может они дикие а так в принципе обычно в таком возрасте наоборот подходят берут еду тем более сипа пахнет мясом никак не могу скипить и чай ну вот он закипел вода замерзает в кружке налил просто замерзла пришлось мне тут сполоснуть еще все потому что мыши забрались но сейчас ведро спрячу гадость конечно если то забрались все загадили хотя вроде закрыто было прогрызли упорно но у меня конечно коробки но как бы пакеты где будут тряпки сейчас буду еще картошку печь еще картошку четыре штучки как чуть-чуть чай покипятится вот уровень воды покажу кстати вода упала там где я пилю то есть вот косы отступили как было замыто все опять практически сразу яма начинается все и пошла я может ну конечно можно было и покидать по рыбач так для экстрима кто-то ходил кстати у меня тут позаимствовал палки абсолютно люди вот ведут себя причем палки нужные мне и они даже умудрились сжечь идиоты вот нужные для палки заберу их ну как делится у людей с мозгами всех по-разному при этом есть костровища нет ну видно ветер ходит нет они мне сожгли вот опору которая была дополнительных подпорка такие вот дела дальний восток юрий с вами а как пахнут руки мясом все пошел заваривать чай продолжаем наши курсы выживания ну чай кипячу на горелке хотя вот хотел смострячить цепочку тоже ну не досуг пока некогда кулинарная эпопея завершена теперь можно как делится переходить непосредственно уже к самому процессу дегустирования обалденный маринад вот попробовал новый рецепт свой маринад в гранатовом соусе с красным перцем получилось очень 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 вкусно ну конечно я все не съем часть домой заберу сейчас все картошечка подойдет чай заваренный вперед пол двенадцатого облачка текут по небу а по земле текет река ну пойду проверю собака так она что-то испугалась убежала я не вижу даже лёжки свинтила кроме ее следов больше никаких тут нет и метана тут зигзагами берег не один раз она тут бегала по берегу ну тем не менее в попытке что-то найти съедобное вот что ковыряло при этом что вот не видел я их вообще не слышал летом да то есть это вот зимние бродячие собаки ну вот как все выглядит туда я сейчас не полезу делать мне там особо нечего тем более стынет мясо стынет чай вот такая вот зимняя можно сказать сказка вон лед намерзший сосульки вот здесь вот тоже ну а я как все более прагматичный сказки сказками ну как говорится обед по расписанию дымок от костра подымается шикарное место шикарная в общем задумка использовать его удалось жаль нет компании ну компания вся погрязла в рутине поэтому что ж поделать город сожрал людей сожрал и мозг свободное время ну дай бог зрители что у вас выходные интересно прошли может тоже где-то на природе рад за вас за всех всего двигаюсь если что-то будет интересное двигаюсь к столу там не еще энзе есть кстати ну в принципе я так и рассчитывал думаешь и подмерзнуть чуть-чуть а я есть энзе в виде хорошие водочки это было рассчитано вот собаки лежит подарочек рассчитана на купание но что-то для купания нужно все-таки компании поэтому я пока не созрел для купания но энзе не помешает хочу сказать еще одну такую вещь может не сильно умную я не шибко гениален да в меру так сказать в меру гениален в меру косноязычен но вот подготовленному человеку вот достал энзе у меня тут в тайге при минус 10 градусах энзе у меня тут немного его я его особо не использовал ну так чтобы не пылилась холодильники сюда принес в дальневосточной тайге да и в любом другом лесу подготовленному человеку проблемы выжить нет то есть момента прихода на место до момента когда у меня был готов чай мясо прошло час 35 минут я не шибко напрягался никуда не гнал даже успел сделать кучу бесполезных абсолютно с точки зрения выживания вещей типа помыть посуду с мылом согреть воду для посуды так кстати надо достать картошечку же ой что-то я тут переусердствовал немного картошечка вторая порция картошечки получилось слегонца не не та которая должна быть ну ладно замечтался закайфовался тут еще отдирал отдирал лед от слежан потому что она покрылась сосульками в общем человеку адекватному в принципе имея какую-то базу не в лесу в общем выжить вообще проблемы нет вот сейчас ветер опять стал задувать и мясо поэтому побродив по каналу по моему делайте выводы какие можно использовать техники какие нужны вам вещи какие не нужны какая нужна снаряга все она достаточно простое главное больше практики вы простите а молчу жую вот изучаю следы мышь бегала и собака тут все из бородину непонятно чем она занималась то ли рыбу ловила то ли гоняла норку то ли мышковала ну как говорится безмозглая собака это вот следы моего пребывания технологический процесс по моему там даже рыба бегает или мне это показалось ну ладно я без сапог поэтому забежать не смогу планах было еще вот это вот дерево слегка хотя проход сделать но видно уже не получится и здесь я хотел еще добрать полметра подпереть его но тоже видимо позже придется делать пока она сохнет хотя здесь самое лучшее дерево тут можно с полметра набрать и сделать несколько таких плоских досок это все позже шины у меня не хватает пилы практически 45 сантиметров диаметр то без коры скорой наверно под 50 будет это или при все его кажущейся легкости и это он очень вылеженный плотный обрабатывается крайне тяжело то есть резать его очень прочный интересное очень дерево ильм называется что-то типа гигантской ивы но это так кустарники я уже срезал это вот ясен был тоже желание было его раскопать потому что сам он ствол он какой но это надо поднимать что-то типа домкрата сюда придумывать чтобы хотя бы сантиметров на 30 поднять верхушку тоже я как бы хотел но не успел вот его на отделку я хотел пустить ну зимой как-нибудь побалуюсь время будет на отделку колонок разумеется не на отделку домов он там тоже хорошие дубленное такое дерево конечно верхние сантиметра 23 подгнившие но в принципе можно ну замерзнет все будем смотреть будем распиливать смотреть какие деревья подойдут какие какие дрова какие можно использовать в подделку вот вылезли опять вот это вот скала прям коренная вывезу с камнями то есть уже непосредственно плита видно они вот такие угловатые камни так что тут интересное место ну горы начинаются горы предгоре поэтому река горная и горный ландшафт прикажутся все равнине это пойма горной реки 12 часов 30 минут хабаровского времени ну а чтобы комфортно существовать в таком вот мире прежде всего нужно ощущать себя его частью неотъемлемо это самое главное тогда у вас будет спокойствие и все эти загоны про мистические практики про комфортом про прокачку чего-либо они абсолютно ложные абсолютно лишние в наше время потому что если вы не можете просто как воду погрузиться вот в этот мир в природу значит что-то у вас не в порядке да если вы не можете окунуть руку в холодную воду в ледяную или там сорвать если есть сосульку как в детстве значит что-то у вас заблокировано не можете ощутить прелесть голубого неба облаков или свежей порошки ветерка может даже холодного но тем не менее великолепного поэтому прежде всего нужно восстановить контакт землей с природом как он восстанавливается вариантов масса покупания в проруби дохождение на лыжах там и так далее то есть тут кому как говорится главное почувствовать состояние кайфа блаженство единство с природой кому кому это по-разному дается и тогда комфорт тогда все вот это беспокойство о завтрашнем дне отступает потому что вы живете настоящим вы живете сейчас вы живете полно насыщенно красиво как и все на этой планете вот такие вот философские мысли по окончании я уже он собрал вещи помаленьку тут догорают угли растопил всего хочу полежать на лежанке тут еще у меня инструмент засверлить пару дырок под гвозди для тента потому что не совсем по месту встали у меня гвозди почему после чего можно через часок уже двинуть всем спасибо кто был до конца этого сюжета ну и спасибо постоянным зрителям канала за не только моральную поддержку особенно евгению с владивостока жень благодарю удачи в путешествиях у вас еще там тепло я смотрю а у нас уже зима все третий час 15 минут третья уже в три часа автобус грибу направлении города даже умудрился потерять тропу свою потому что задумался отвлекся и меня ноги куда-то немножко занесли прямо опять на полянку с реликтами вон они там сзади реликты но не так их видно видно вот не самый большой ну ладно все это тайны не будем тайны выдавать кто любопытный может сам поискать на прощание еще кадр водопада мостика обледеневшим да он все таки пробежал я сделал ловушку и небольшое кольцо и пёс пробежал по моим следам вот она водопадик это перекатик ну вообще симпотично выглядит так сказочно и река участни вокруг берега так обойти это ну батарейка садится замерзла надо подзарядить мне когда бывает что так отвлекся на холоде простите что носом шмыгаю все-таки не совсем еще прошла мелкая зараза вот они джунгли тут понападали от ветра сверху деревья некоторые просто загнула и опять стала она нуждаться прореживание но зато видно никаких джунглей видно на просвет лес тут как-то ощущается уже почти дорога уже цивилизация пахнет не совсем но все-таки обхоженная никто больше кроме меня не ходил собаки по этой тропинке сегодня уже освещение по-другому тем не менее интересно тень снять на перекатах красотища опять наверно меня будете ругать что все сильно быстро ну как есть жизнь она такая стремительны как эта речка хочется многое успеть в ней сожалению без штатива руки трясутся дыхание сбито извините что вот горку не могу снять сопочку тут мой нзшный костер так никто его не зажигал надо повышу было подложить еще под него ну ладно другой раз сейчас я от реки ухожу ныряю в лес и к остановке 15 минут ходу и совсем цивилизация дров даже здесь полно он там скала какая торчит сейчас ее видно стало вот она